Всем лайтового днёчка или вчерочка, с вами я, Лайтер. И что же, наверняка вы слышали об игре Майнкрафт. И сталкивались с мобами. Ведь так? Никого раздавали им люлей с помощью алмазного меча или топора. Но вот только есть один маленький нюанс. Тогда, когда их просто толпа, то просто-напросто не всегда это может закончиться успехом. Сколько раз вы умирали от подобной толпы? Я думаю, немало. Поэтому сегодня я вам покажу способы борьбы с мобами. Но необычные. Настолько необычные, что после этого видео, как только вы зайдёте в Майнкрафт, вам остается только петь. Поэтому усаживайтесь поудобнее. Ну а мы начинаем. Итак, первый способ это стены. Наверняка вы когда-либо строили дом или же город. Обязательно в нём будут стены. Одни строят их очень красивыми и высокими, а другие не заморачиваются. Ведь смысл тратить драгоценные лесы, если можно просто-напросто закрыться землёй. Таким мы не миллионеры. И просто всё закроем землёй. И если вы из таких и живёте рядом с Тайвой, то у меня есть решение. А именно используйте сладкие ягоды. Почему-то мобы не хотят по ним вступать и просто-напросто сидят за этими растениями. То есть, как вы можете заметить, я могу их просто-напросто таким образом ограждать. И всё сужая и сужая их. И спокойно наносить урон. Но стоит ли мне только сломать? Так всё, тут же они пойдут. Также если посадите это слишком поздно, то, как вы видите, они всё равно смогут пройти. Но, как вы видите, я закрыл их в один блок. Поэтому лайфхак рабочий и полностью дешёвый. Достаточно посадить буквально одну, и у вас будет вот такая вот ловушка для мобов. Так что пользуйтесь и становитесь вот такими вот защищёнными игроками. Если вы не хотите использовать заборы, а использовать всё в открытом бою, то, скорее всего, вы строили какие-либо ловушки. И это как раз-таки наш второй пункт. Я построил вот такую вот а-ля камеру. Куда посадил кучу зомби. Также у нас есть зелье исцеления. И просто смотрите, им наносится просто неимоверный урон по площади. Таким образом мы сможем с ними очень-очень быстро покончить. Да, только этот способ достаточно дорогой, особенно если вы не разбираетесь в зелье варенья. Но я не мог его учесть, так как это способ необычный. И мы просто кидаем и наносим им кучу урона. Можно, конечно, и без подобных механизмов, но если вы хотите побаловаться, то к вашим услугам. Используйте именно зелье исцеления. Зелье моментального урона не наносит урон зомби. Запомните это. Что делать, если их просто армия? Что же, тут и кое-что есть. А именно... Создадим собственную огромную армию, которая будет ангелировать все на своем пути и не оставить ничего живого. Возумев подобную охрану или же даже армию, сам Баркенштерн бы вам позавидовал. Это я вам гарантирую. Сейчас я говорю вам про железных големов. Очень хороших и сильных защитников. Даже жители строят их, чтобы обронять свои деревни. И если создать их около 3-4 штук, то у вас получится непробиваемый армагеддон, который будет вытворять такое с косопосмотревшими мобами, что уж точно им не поздоровится. Как мы можем заметить, буквально 2 голема легко раскидали целую пачку зомби. Так что эти ребята уж точно вам помогут. Ведь так? И... Также они, хоть и имеют способность сломаться, но их можно будет починить с помощью железа. Если же вы хотите вариант подешевле, то тут также есть вариант. А именно... Песики. Косточек, которых я думаю у вас наберется достаточно. Можно приручить таких огромное количество. И тогда у вас получится просто такой вот собачий легион. По крайней мере защита от скелетиков. И небольших пачек зомби вам обеспечено. Особенно вас не будут донимать скелеты, так как они боятся собак и будут от них убегать. Да и к тому же, абсолютно просто их можно будет также и разумножать. Но вот приручать их, конечно, будет немного дороговато. Но я не дешевле, чем добывать кучу железа для создания големов. Итак, спауним буквально одного скелета. И наши собаки просто начинают огромной толпой бежать за ним. А скелет от них. Если перед ним будет тупик, то его просто покромцают на маленькие кусочки. Ну а теперь давайте посмотрим на кого-то посерьезнее. Древний страж. Итак, натравливаем на него наших собакинов. И теперь это не страж, а просто футбольный мячик. Подобная охрана может стать даже семьей. Вопрос, насколько близкой. Нельзя отворачиваться от семьи. Торетто? Кто-то тут вообще забыл. Может быть уйдешь? Ладно, молчу. Видимо он ушел. Тогда я могу сказать то, что с версии 11.17 Примерно такую же армию можно создать с помощью аксалатри. Которые станут верными компаньонами в исследовании морских глубин Майнкрафта. Мы идем дальше. Чтобы показать новый способ, мы можем отправиться в Незер или Край. Так как там можно будет взрывать кровати. Тем самым разбираясь с толпами монстров. Ну что же, не будем медлить. Отправляемся туда. Что же, как же работает этот взрыв кровати? Мы ее просто ставим и пытаемся на ней поспать. И тут, бам, сюрприз. Получается очень сильный взрыв, который мало того, что наносит большой урон, так еще и взрывает немалую площадь. Давайте пойти в свою банду и уходите, давайте. Поехали, и... Взорвалась в руках китайская петарда! Таким образом можно даже легко искать Мезерит. И как вы видите, способ вполне действенный, но опасный. Подобную фишку можно провести в краю в битве с драконом. Как мы можем заметить, данный способ, хоть единственный, но довольно-таки опасный. Вымерить можете не только мобы, но и вы. Не отходя далеко от края, следующий наш способ можно использовать и там, и в принципе в любом измерении. А именно с помощью лодок. Как мы знаем, если посади туда моба, то он у меня ничего не сможет сделать. Сейчас я вам это продемонстрирую. Да, конечно, надо приловщиться, чтобы они сели в лодку, как вы можете заметить. Но это вполне возможно. Надо лишь только грамотно заманить Эндермена. И как вы видите, он сел в лодку. И если мы не будем подходить к нему слишком близко, то мы смогли ему безнаказанно наносить урон. И даже, в принципе, выбивать перлы. Таким образом, как видите, у меня даже получилась никакая-никакая, но фирма Эндерменов на минималках. Так можно сделать в намного больших масштабах, тем самым получая больше перлов и ресурсов. Также это можно приместить с абсолютно любыми мобами. А как вы видите, если мы не подходим слишком близко, а если мы сядем в лодку, то они нас уничтожат. Ну а теперь наш последний способ. А именно, мобы против мобов. Не поняли? Сейчас все объясню. Я построил вот такую капсулу. Сейчас мы поставим следы первого скелета и второго скелета. Мы видим то, что первый выстрел в другого, и у них завязалась драка. Таким образом, мы просто можем стоять и наблюдать, как они мажут друг по другу. Да, мы, конечно, очень меткие. Ну, давайте посмотрим, кто кого. Итак, победу одержал вот этот вот скелет. Его мы сейчас также накажем. Да, вот такая вот победа у нас этому проигравшему. С помощью подобного способа можно всправливать и других мобов. К примеру, зомби из скелета. И как мы видим, зомби его прижимает. И приграл скелетик. Пока у них завязалась битва, я могу взять, допустим, забор и безнаказанно и спокойненько их вот так вот огородить. И они мне больше ничего никогда в жизни не сделают. И мы можем показать, как тут драться. Все способы, которые я вам сегодня показал, от той меры бывают бесполезными или фановыми. Но все-таки необычными. Здесь и вам понравилось это видео. И если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Лайтер. Всем удачи и всем пока.